Добрый день, на связи М. Кабацкий. Сегодня мы продолжим с вами проходить Cyberpunk 2077 у нас на консервативном канале. И это 97-я часть, и сегодня нас ожидает продолжение выполнения сюжетных квестов в Night City. Поэтому, если вы еще что-то не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите уведомления, ну и, конечно же, приятного просмотра. Не забывайте писать комментарии. А в описании ссылочка на предыдущие 96 частей, которым крайне статистически рекомендую посмотреть после сегодняшней. В общем, нас тут атакуют смс-ками. Давайте сразу на паузу и разберемся. В общем, месяц не играл в эту игру, вот решил вернуться продолжить патч 1.31, и несколько изменений с прошлой части я сделал. Во-первых, по поводу оружия. Улучшил я все оружие. Какое у нас было? Пистолет Лиззи у нас теперь стал Леджендари. Леджендари у нас стал Малон Лабе, вот не помню, была она не была. И Станислав Шишкин тоже стал у нас Леджендари. Причем, даже в Леджендари он, оказывается, хуже урон наносит, нежели чем наш костыль. Это чуть облегчает нам игру, потому что с ним ходить цензурно не очень удобно. Ну, сами понимаете, такая вот хреновина. Правила Ютуба, все такое. В общем, кстати, еще одну интересную вещь нашел. Хочу вам показать. Если включить цензуру, он будет выглядеть по-другому. Давайте посмотрим как. В общем, вот так вот забавно он выглядит. По сути дела, это помпа. Обычная мужская помпа. И тут с ней можно более-менее ходить, потому что, ну, как бы ничего такого нет. Я могу вам ее показать. Звуки те же. Но в целом это оружие другое. Но, к счастью, нам даже с ней ходить не придется, потому что, как мы видим, урон тут чуть-чуть на 20 единиц меньше, чем у костыля. Ну и сам костыль как-то более прикольный. Его тоже можно улучшать. Но для коллекции, конечно же, оружие прикольное. Плюс, что у нас еще тут в игре стряслось? Стряслось у нас что? Стряслось куча смс-ок у нас. Ну, давайте я обратно вернусь в режим без ноготы. Все, вот эту настройку надо обратно отключить. Я отключил. Кстати, в патче 1.31 они починили мои награды. Я это не буду зачитывать. Мы это уже когда-то читали. Но просто показать, что одно из изменений прекрасных в этой игре сделано. Ну, а мы продолжаем у нас игру. Давайте загрузимся. Я не на запись, кроме покупки компонентов, из которых сделал оружие. Также добрался до клуба по смерти, где у нас следующий сюжетный квест. Мы уже пообщались с Жуди. К сожалению, у нас грустная история приключилась с одной девушкой. Ее подругой. Потом нам надо посмотреть вот эту вот цепочку квестов, прежде чем двигаться дальше. Я думаю так. Но! СМС-очки, СМС-очки. Давайте их почитаем. Пришла нам СМС-ка. Вот только что. А это не СМС-ки. Вот они, СМС-ки. Где она тут у нас? От Сандры Дорс. Это если кто забыл, это... А, ну там тоже что-то описание дается. Привет, Ви. Это Сандра Дорс. Ты меня спас от мусорщиков. Мне показалось, я могу тебе доверять. Мне надо вернуть одну вещь. Я заплачу, но вопрос деликатный. Поэтому я бы лучше обошлась без фиксера. Интересно, потому что как бы все дела надо через них делать. Мусорщики, видимо, вытащили мой модуль памяти. Он был подключен к сети, поэтому я его отследила. Но потом они его отключили. Отправляю координаты. Позвони, если его найдешь, я буду очень благодарна. По скриптам. Там конфиденциальный файл. Надеюсь, ты не станешь их открывать. Ну, блин, обычно, когда пишут, типа, там конфиденциальный файл. Не открывайте, не смотрите. То, о, там что-то интересное есть. Надо взять, открыть, почитать. Ну, на самом деле, мы так делать не будем. Мы люди слова, мы джентльмены. Но тут у нас, кстати, есть выбор. Мы можем либо почитать, либо не почитать. От этого зависит, как очевидно, концовочка у нас квеста. Ну, смс-очки две от Джуди. Как раз-таки, привет, ты как, нашел вудуистов? Нет, еще дел было много. Ну, технически мы их не нашли, потому что мы с ними не встретились. Так что, нет еще. А вот эта фраза как-то грубовато будет звучать. Типа, это что, не серьезное дело? Понимаю. Ничего, не переживай, Джуди, найдем мы. Вау. Береги себя, Ви. Окей, не хочу, чтобы с тобой получилось как с Эвой. Как-то тут смски багнуты отправляются, не по порядку. Ну, что поделаешь. Как-то, Мэвелин, хоть немного получишь, не получишь. Ну, конечно, об Эвелин мы переживаем. Бедняжка Эвелин Паркера. До сих пор даже отойти не могу. Я месяц не записывал Киберпанк. И даже за месяц все равно, вот, как время прошло, пропускаешь, все, что она пережила, как-то не очень хорошо. Все по-прежнему. Она застряла в своем разуме. Думаю, сейчас паршиво. Ладно, мне пора. До связи. До связи, Джуди. Еще увидимся с тобой, конечно же. Мы посмотрели начало ветки за Эвелин и Джуди. Теперь же надо посмотреть ветку по смерти. А потом уже отправиться, я думаю, на встречу с Такимурой. Тоже будет правильно. Но прежде чем у нас появился смс, появился квест. Секретные материалы. Прям отсылочка. И музыка начинает стоять. Сандра Торст. Это та же телка, которую ты спас от мусорщиков. Дай человеку палец, а он всю руку откусит. Наверное, это модуль какая-то очень важная память, раз она не захотела работать с фиксером. Даже интересно стало. Посмотришь или будешь играть по правилам. Сандра Торсет. Там еще одна смс-ка была. А, это звонок. Ви, ты реветь Ви. Да. Ты нашел мой модуль памяти? Это последний раз спасателей, самый первый квест. Забыл, как он зовут. Месяц не играл. Я смотрю, ты в прекрасной форме. Джеки, Джеки. Джеки, быстро тебя собрали. Джеки Уэллс. Ага, как новенькая. Вот только если бы не ты, нечего было бы складывать. Я ведь даже спасибо не сказала. А, с тобой ведь был еще кто-то, латинус такой крупный. Ты при случае передай ему мою благодарность. Обязательно, Джеки мертв. Ну, первый вариант выбирать, конечно, глуп, он же действительно мертв. Джеки. Джеки. Ну, вот это не получится. Джеки погиб. Ау. А не соболезнования. Он же погиб из-за меня? Нет. Его убили люди Арасаки. Вскоре после того, как мы тебя спасли. Джеки всегда делал вид, что он железный, ему все по боку. Но на самом деле он был бы очень рад, что ты его помнишь. В общем, его больше нет. Но мы-то живы. Так что вернемся к делу. Мой модуль памяти у тебя? Да, он у нас. Вот, кстати, пользуясь случаем, хочу взять слово. Момент интересный. Вот мы часто вспоминаем Джеки. Джеки, как он тут у нас погиб. Товарищ наш, дружбан. По сюжету и по второстепенным квестам это очень часто раскрывается. И вот еще одна интересная мысль, что... Не помню, говорил я это раньше или нет, но многие люди раньше говорили, что киберпанк это игра, тут типа много выборов, на самом деле на что не влияет. На самом деле это выбор для вас. Вот эти вот слова, эти переживания, эти мысли, вы все это пропускаете через себя. Лучше погружайте сюжет, ну и проверяйте себя как человека, какие чувства, эмоции это у вас вызывает. Вот это вот. Я считаю очень круто, не все на это обращают внимание. Да, в смысле да, мы же не нашли этого чипа. Подожди. Добраться... Так, не поняли. Позвонить Сандре. Отслеживать. Так, а что, у меня этот чип уже есть? Давайте глянем. Лол, принадлежит Сандре Дорсет. А откуда он у меня? Еще написано новое. Лол. Не понял этого юмора, ну ладно. Что, сразу к делу? Ну да, нашел это, прикинь где. В норе у мусорщиков. И... Сандра, ты чего? Я думал, что игра опять зависла. Да я просто... Мне рассказали, как все было, и... Теперь не могу отделаться от мыслей. Я догадывалась, что мой банк у них, но... Не могла же я сама пойти его возвращать. Пытаюсь себе внушить, что этих людей больше нет. Что опасность миновала. Ты безопасности, про это лучше говорить не со мной. Но, опять же, зачем проявлять лишнюю невежливость и агрессию? Как бы мы помочь всегда можем. У тебя же платиновый статус в травме. Тем более. С этими ребятами не пропадешь. Блокировку сигнала у тебя наверняка уже сняли. Ну да, но... Кто знает, что мусорщики придумают в следующий раз? Ну ладно, надо жить дальше, у меня теперь другие заботы. Хочешь об этом поговорить? Да нет, я так. Доставь модуль памяти в мою квартиру. Сейчас вышлю адрес. Спасибо. Окей. Оказывается, у нас этот модуль уже был. Только что-то я не помню, чтобы мы его находили. Встретиться с Сандрой. Куда вы меня пошлете? Далеко это можно мне на карте глянуть? Это... Да не так уж и далеко. Но я предлагаю все-таки вначале, раз уж мы пришли в посмертие, завершить посмертием. А Сандра Дурстесла что подождет? Ну у меня опять же есть версия, что возможно, когда мы выполняли второстепенные квесты, задание мы всю карту, мать его, перелопатили в предыдущих 96 частях. Наверняка где-то, возможно, он валялся, его можно было досрочно подобрать. И в принципе это логично. А вот только сейчас он нам позвонил по сюжету. И только сейчас мы могли бы его начать искать. Но мы уже заранее его нашли. Ну я думаю, что как-то так. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментарии. Так, у нас другой квест. Тоже важный, но сюжетный. Это... На перепутье. Хочешь выследить Хельмана? Начни с посмертия. За эти годы там могло появиться что угодно. Но если тебе срочно нужен ответ на вопросы, тебе туда. Там всегда найдется тот, кто шепнет тебе ответ за соответствующую цену. А если этот кто-то еще и бестия, я бы на твоем месте бежал, теряя тапки. Ну конечно, если это мысли Сильверхэнда в голове, я думаю, он бы точно побежал, сорвав все стопы. Хельман это тот, кто у нас этот чип сделал, если кто забыл. Давайте наведаемся. Давно мы тут не были. А, чё, как? Моргенштерн на коленке сидит. Не знаю, почему это посмертие тут такое, типа культу, типа очень допое место. Если ты попал посмертие, то все, тебя пустят везде. Ну подавалось это раньше так, хотя если так посмотреть, ну далеко не самое приглядное местечко. Я тебя помню. Привет, как оно? Ну как оно? Заходи. Не хочет общаться. А если мы привет выбрали, он тоже бы сказал, заходи? Блин, обожаю эту музыку. В этой игре можно всегда потусить. Ну мы сейчас сюда не тусить пришли, как несложно догадаться. А что есть? А, ну мы с тобой уже разговаривали. Заходили мы сюда как-то. Нам сейчас к бести двигать надо. Нет, все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя. Ты же знаешь, я все потеряла. Из-за тебя. Повторяю еще раз. Научись сама решать свои проблемы. И что есть? Иди нахуй! Советую с ней связываться. Окей, но надо. Опять же, эту мысль продвигал у нас этот, как его, Сильверхенд. Стреться с бестией, но посмотрим. Можно поговорить? Не нужен фиксер срочно. Ну, типа мы по делам, а то поговорить и разговаривать-то можно и на улице, и около всяких других мест. Так что типа иди-ка ты отсюда. Ну, куторить как по делам. Есть срочное дело. Пусти его! Окей. Ну, у нас действительно срочное дело, как бы. Здрасте. Ты не из наших? Как тебя зовут? Я Ви. А присесть нельзя? Ты что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сиди себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори, как я с ней. Что ее так выбесило? Это девица. Отчего она выбесилась? Ее спросили. Наверное, рыдает где-нибудь тут. Мне нужен Андерс Хельман. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера Андерса Хельмана. Он из Иросаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха, спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон, Джеки Вэллс, Типак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может тебе просто не повезло? Узнай ее, сучка. Спроси ее, брара Сагаталу. Как меня подстрелили у нее от глаз. Даже у тебя умирали люди, по твоей вине убили Джонни. Ну, а в смысле, по твоей вине обвинять ее, это глупо. И тем более, ты пришел как бы на дело, работа с человеком. Она тут вроде как... Да, 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 помолчи. Она тут вроде как серьезный фиксер, все дела, поэтому зачем ей так дерзить, грубить. Даже у тебя умирали люди, но это правда. Мы эту историю знаем. Они знали, на что шли. Такое может случиться со всеми, без исключения. Даже с лучшими. Даже с тобой, бестия. Аросака Тауэр. Помнишь, кого ты там потеряла? Какого-то Джонни. Ага, ты подготовился. Конечно. Но меня чувствами не проймешь. Чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай Эдди. Ага. Ну, конечно, мы все понимаем, как бы... А если у меня нет денег, тогда, бомж, иди работать на заводы, надо собирать Станислава Шишкина, пока Аросак тебе заплатит деньги. Ну, 15 тысяч, но мы-то все-таки люди деловые, блин. Конечно, нам бы сейчас деньги пригодились. Мы еще потратились на компоненты. Мне еще тачки выкупать надо тут. Ну, ладно. Должно хватить. Какие вопросы? Угу. Приходи завтра, поговорим. Угу. Подождай, пока Бестия позвонит. Окей. А что мы даже не присели? Просто как-то невежливо это стоим такие тут над душой у нее. А. А, даже так прям? Я думал, ну ладно. Да, тут же можно время проматить. Я забыл про это. Протусили сутки в посмертии. Некоторое время спустя. Я к Бестии. Она меня ждет. Привет, это снова я. Что там с Хельманом? Два, пожалуйста. Освободи место. Ходись. Окей, даже поближе. Надеюсь, ты его нашла. Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Угу. Этого я тоже давно не слышала. Угу. Удыв поставь. Опа. Ну, раз столько бухла, значит, разговор какой-то серьезный намечается. Не стесняйся, можешь угощаться. А вот эта фраза была очень двусмысленная. Чем можно угощаться? Еще такой взгляд, он едет за принц-кринью. Ну ладно, понятное дело, что про виски речь. Твое здоровье. Твое здоровье. Оно тебе понадобится. Ты-то че пялишься стоишь, сидишь? Ха-ха-ха. Спасибо, Никс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать? На, держи щепку. Да не много всего интересного. Думаешь, она поможет? И она поможет? Знаешь, бестия была та еще бесчувственная, сволочь. Но она всегда доверяла чуть-чуть. Вот этот чувак меня реально бесит. Он всегда вставляет свои пять копеек. Они иногда реально очень сильно нервируют. Потому что там вот, особенно сына Севелин Паркер, там при смерти она все дела и тут. На, это с сутами, пи-пи-пи, еще такое-то. Ну, блин. Ничего ты как. Смотрал, что ты нарыла. Давай, показывай, посмотрим. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цзян-Ти. Это дочка Кантао, китайской корпус. Это кефиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Ну да, потому что, например, выкупить акции, потому что нельзя выкупать на свой счет основной компании. Например, надо создать дочку. Или там с офшорами провести сделку. Но я думаю, что здесь не об этом. Его защищает Тарасаки, смошевых корпорат. Его готовят к переброске. Его готовят к переброске. Откуда ты знаешь? Имел дело с китайскими корпорациями. Это у них называется фокус с голубями. Это когда обрушили Амазон. Это наш род ближайших конвоев Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно Ави поддержки земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но! Глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то... Угадай, откуда перевозка. Это Хельман. Спасибо, Кэпа. Сейчас начнется. Быстро же ты нашла информацию. Это все засекреченная информация. Тебе всегда ее по первому чиху скидывают? Я знаю, где искать. И кому выкручивать рот. Я вообще не люблю тратить время. Особенно на глупые вопросы. Какие плохие новости? А что за плохие новости? А плохие новости их место высадки. Видишь, все это воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей дублестная полиция. А здесь уже слишком близко Кантао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать техник. Знаешь, кого-нибудь? Сбить такой ави будет тяжело силой 20. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое ави. Я о нем слышал кое-что. Предыдущие модели летали во время войны. Эти мамонты очень быстрые, и с защитой у них все в порядке. Лезть к ним бессмысленно, даже с хорошим оружием. Все равно ничего не выйдет. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Или, по крайней мере, умеют импровизировать. Угу. Знаешь кого-нибудь? Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Палмер. У нее терки со своим кланом. Но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обоих. Ну, а за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Видит, что-то не так. Ей придется мне помочь, с чего будет. Странно. Кочевники обычно держатся вдали от городов. Странно. Мне казалось, кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Все зависит от клана, от их связей. И от того, как дерьмова им живется. В целом, ты прав. Альдекальда редко имеет дело с городскими. У Панам другое мнение? Вот-вот. И не только об этом. Ей придется мне помочь, с чего это? Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товары машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно. Я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Хочешь и меня развести, как Панама. Ты знала, но не сказала Панаму. Со мной тоже будешь играть в пушки-мышки. Моя работа замечать расклады и использовать возможности. Допустим, я ей обо всем расскажу. Что она сделает? Конечно, схватится за ствол и начнет играть в святую месть. Финал немного предсказуем. Я огорчаюсь, когда хорошие исполнители дохнут по глупости. То есть я для нее единственный шанс. А она для меня. Две пешки на доске бестий. Ты быстро учишься. Две пешки. Эх, Вик. Не, прикольно, конечно, бестию тут прорисовали. Интересно, а с ней можно того? Поиграть в Станислава Шишкина. Окей, расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. Панам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакт. Да уж, наконец-то. Пойдем уже. Все ясно. Спасибо. Удачи. Добавлю новый контакт. Панам Паунар, позвоните Панам. Плохо дело. Слушай. Вот это вообще не понимаю. Только сейчас сидели с Джонни. И тут у нас припадок от этого самого Джонни. С этим биочипом. Не совсем понятно, как он работает. По воле этого самого Джонни. Или это просто чисто рандомно как-то. Просто если он сейчас так вылезает, это как-то не очень-то вежливо с его стороны. Так. Что тут у нас? А, эту карту Тару мы не забрали. Блин, мы до сих пор в этой емке ходим. Лучше брони не нашлось. А мы на максимальной сложности. Так. Ну, я не буду пытаться попасть в эту... Да. О, я попал. Я попал, я попал, я заснял. Клэр. Терпим. Дышим. Че, мы опять потеряем? Так, надо карту найти. Наверное, денет наверху. Слушай, Могенштерн, не мешайся. А, нельзя. Так. Не поняли. А я ее не вижу. А, вижу. Д. О, бродячий шут не дали ачивку. Ну-ка. Шут изнает сити. Императрица. Вот это и не было. Императрица это карта женственности и материнства. Она властна и рассудительна, грациозна и чувственна. Этот аркан символизирует творчество и рост. Он призывает доверять своему сердцу и прислушиваться к тому, что говорит интуиция. Возможно, отсылка как раз-таки на бестию. Что она такая тут местная императрица. И получается мы собрали... А, а почему здесь тогда знак вопроса? И тут знак вопроса. Лол. Ну, ладно. Давайте глянем. Дали нам ачивку бородячий шут. Найти все граффити с картами Таро для задания шут из Найтсити. 52% достижений, 23% из игрока 4. Есть у нас... Это ачивка у 17,7% игроков. То есть меньше, чем у каждого пятого. Окей. Какая приятная встреча. Да, очень приятная. Надо читаться вместе об этом квесте. Тут рядом. Ну, все-таки давайте позвоним Палмеру, а дальше разберемся, что и как. Палмер, Палмер, а какой зовут? Просто Палмер. Нет, там как-то говорили. Нет. А, Панам Палмер, да-да-да. Фигаси, у тебя аватарка. Алло. Это Ви, бести, дала мне твой номер. Ну, представимся. Это Ви. Ви? Что за Ви? Откуда у тебя мой номер? Отбейся и с по смерти можно помочь другу. Ну, отбейся это более прям... Ну, дайте так посмотрим. По смерти, да. Ну, по смерти. Ага. И что тебе нужно? Нет, а? Тут скорее вопрос, что тебе нужно. В смысле? В коромыслие. Ну-ка, ты ищешь свою тачку и товар? Если да, давай поговорим. Да, бести, что-то рассказывать себе дороже. Товарный склад на Бонита Стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. До встречи. Окей, встретиться с Панам. Это далековато. Ну, пока давайте поставим паузу на этом квесте. Во-первых, надо отсчитаться о картах Таро Мисте и закрыть квест. А во-вторых, где наша самая элитная тачка? Эмперер Рагнар. Я что, вообще не помню эту машину? Я вот эту машину не помню. А, нет, подождите, я ее покупал. Да. Слушайте, раньше, когда я записывал предыдущие части, я очень часто играл прям по порядку. То есть серия за серией, там за день 3-4 серии. Бабаха, еще и серии были больше гораздо. Это наша машина. Нет. Вот наша. А сейчас я не играл где-то, ну реально, больше месяца. И всегда, когда вот долго не играешь в какую-то игру, нужно время, чтобы взять, сосредоточиться, настроиться и по максимуму выложиться. Так что первые серии, они всегда такие, надо так... Сидишь, думаешь, блин, как звали Джеки. А, Джеки его звали, точно, да. Фамилия. Уэлс, да. Ага. Палмер, Палмер, ага. У него, наверное, есть имя, Панам. А, да, точно, Панам Палмер. Вот этих чуваков я могу хакать. Не могу. Или подождите, могу. Нет, не могу. Ну ладно. Взлом... А, ну это мне не надо. Опять видел странные рисунки. Есть, и я опять видел странные рисунки. Начинаешь понимать их смысл? Что они тебе говорят? Все карты Таро, возможно, трудно сказать. Но то, что все карты Таро... Это просто разные карты Таро. Походу, мозги мои уже не починили. Блин, красиво у тебя тут фоточка, да? Так, я хочу тебя сфоткать. Таро, это история о пути шута. Покажи мне, что ты видел, а я расскажу, что еще осталось. Угу. Вот. Не хватает еще двух арканов. Страшного суда и дьявола. Думаю, они появятся в переломный момент твоей жизни. И он случится совсем скоро. Угу. Что значит страшный суд? А что за страшный суд? Один из вариантов будущего. Расплата, трансформация, пробуждение. Ангел с трубой символизирует конец эпохи. И возвещает о перерождении. О новом начале. Дьявол звучит стремно. Блин, у меня колесик какой-то странный. После него главная не нарваться на дьявола. Это будет явно не к добру. Эта карта символизирует первобытные скрытые желания. Но также и волю к жизни. Хм. Ну, звучит не так страшно. А еще она символизирует ложный мир. Ловушку желаний. Расскажи мне о пути шута. Так это твой путь. Смотри прохождением Кабацкого на его канале. И ты узнаешь свою историю. А шут этот? Куда он идет? Шут этот ты, Сильверхэн? Вы прошли долгий путь. И раскрыли свой потенциал. Ну и куда мы идем? Ваш пункт назначения Мир. Последний Аркан. Вы оба объявили Миру войну. И у вас есть лишь два возможных варианта. Объявить о своей победе. Или найти компромисс. А еще мы можем проиграть. Да. Увы, это тоже правда. Ладно, посибочки. Спасибо. Ничего не понял. Нифига не понятно. Нифига не понял, но очень интересно. Но спасибо. Ты поймешь, когда придет время. Всего я тебе объяснить не могу. Не знаю. Торо говорят мне, что ты можешь прийти к миру одним из четырех путей. А, четыре концовки тепло намекает. Последний участок пути ты можешь пройти через солнце, звезду, умеренность или дьявола. А еще я могу сдохнуть и не дойти никуда. Ой, да ладно тебе. Ты себя в обиды не дашь. Возьми. Это все, что я могу для тебя сделать. Шо это? Взять. Ловит снов? Удачи тебе, Ви. На том пути, который выберешь. Задание выполнено. Шо ты, знайти. А что ты мне дала? Она мне какую-то фиговину дала. Ловит снов месть. А, ну да. Подарок от мести в знак благодарности за то, что вы нашли все карты Тару. Его можно повесить у себя. А вот это я тоже могу у себя дома повесить. Слушайте. Продлежит Сандри Дорсет. Надо бы домой наведаться тогда, повесить это все. Ладно, спасибо тебе мести. Ну, я не знаю, на самом деле, я не сполерил, концовки ничего не читал, что тут будет дальше. Для меня это первое и единственное прохождение этой игры. Поэтому просто тут чисто как бы так по ощущениям от квеста складывается, что это как бы она намекает на четыре концовки в игре. Скорее всего так и будет. Окей, ладно, это мы сделали. Что тут еще за второстепенное задание? Ну-ка. Ну, раз уж мы тут рядом. А, этого, этого Шизика послушайте. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Собура не покинул наш мир. Он спокойно отдыхает в фамильной гробнице. Он питается кровью слуг. Ожидаем, как я его омолодиться. И тогда он вернется. Поведите мое слово. Шизик, Шизик. Видите, все Шизики. У-у-у. Собура мертв, притворка. Слушай, Собура точно мертв. Уж мне ты можешь поверить. Мы-то знаем, на самом деле. Видел его смерть? Да, 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 да. Ну, короче, там так вышло... Не видел. А, вот, то-то же. Вы спросите, как обычные смертные могут стать чудовищами смерть попирающими? Ой, придурок. Ну, на самом деле, довольно неплохо. Они так высмеивают все вот эти вот штучки, дрючки. Ага, тут встретиться с Сандрой можно. Плюс... А, подождите. Я же тут видел, какой-то квест был отмеченный. Они что, пропали? Встретиться с Панам? Встретиться с Сандрой. А, это разные квесты. Я уже здесь, помню, была какая-то точка, типа здесь что-то есть, но она куда-то пропала. Я не на запись кое-что тестировал. Ну, ладно, давайте, наверное, так. Часть закончим. Будем стараться делать 20-30 минут. Уже пошла более 30 минут, чуть-чуть. Но итоги сегодня очень хорошие. Мы, во-первых, пообщались с Сандрой Дорсет, ту самую, которую мы спасли. Слышишь, Жарабас, уходи. Получили от нее заказ. Оказывается, мы уже нашли ее модуль памяти. Надо бы его ей доставить. Потом мы наведались в клуб по смерти, пообщались с Бестией, получили наводку на Панам Палмер. Через нее можно... Точнее, с ней можно вместе решить историю с... А что, мне сюда до сих пор показывает? А, нет, пересчитал с квестом. Да. Можно решить историю с этим, как его... С Хеллиманом, найти того, кто создал этот щит, попытаться как-то что-то выяснить. Ну и нашли последний Аркан Таро, который мы можем. Отсчитали с Местией, плюс получили ачивку шут. Как это называется там? Бродячий шут. В общем, прогресс довольно хороший. Все довольно здорово. Поэтому, если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления, и не забудьте написать комментарий под этим видео. Увидимся с вами в следующих видео, наши с вами в втором добром консервативном канале. Всем пока.